Авторадио представляет программу «Народ хочет знать». Самые острые проблемы, оперативная информация, версии специалистов, мнения слушателей. Всё это в программе «Народ хочет знать» на Авторадио. Всем добрый день. «Народ хочет знать» в прямом эфире каждый четверг на Авторадио «Великие Луки» программа о самых главных и важных событиях, которые происходят в нашем городе. В студии Антон Марсенкевич, Наталья Быховец. Всем добрый день. И очень знаменательный повод у нас сегодня в гостях депутат Псковского областного собрания депутатов, член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлозберг. Лев Маркович, добрый день. Антон, Наталья, добрый день. И добрый день, любимые «Великие Луки». Да, у нас, как обычно, достаточно много тем насущных, важных для всех людей, которые проживают в нашем городе. Лев Маркович, одно из главных событий, такое локальное, местное, 26 мая в «Великих Луках» пройдут до выбора в Великолуфскую городскую думу от 14 округа. Расскажите, пожалуйста, как прошла предвыборная кампания, чего вы ждете от результатов голосования и такой вот вопрос. Отличаются ли вообще эти выборы от всего того, что было в последнее время в нашей стране, может быть, какое-то отличие есть? Антон, очень важный вопрос, и это важно знать жителям Великих Луг. По воле властей Великих Луг до выбора депутата Великолуфской городской думы проходит не в единый день голосования в сентябре, а проходит 26 мая. Это такая технология, чтобы избирательную кампанию никто не заметил из тех людей, кто могли бы повлиять на ее результаты. Это известная политическая технология провести малозаметные выборы без какого-либо дополнительного информационного фона, когда ни областные, ни городские СМИ не упоминают об этих избирательных кампаниях, ни коим образом не показывают обществу о том, что идут выборы, потому что для властей выгодно, когда про выборы знают только те, кому эти выборы нужны, то есть те, кто хотят получить заданный результат. Вот Великих Луг сейчас именно такая тихая, почти незаметная избирательная кампания, и задача властей, такую, какую они перед собой поставили, заключается в том, чтобы эти выборы прошли с результатом только для кандидата от партии власти, от Единой России. Поэтому выборы не завершены, хочу сказать об этом всем избирателям в первую очередь. Выборы завершаются в 8 часов вечера в день голосования, 26 мая. Выборы – это такой вид спорта, где нужно бороться до последней секунды, и если пользоваться ассоциациями хоккея, иногда нужно уметь забросить шайбу в тот момент, когда звучит финальная сирена. Вот по законам хоккея шайба, оторвавшаяся от льда до финальной сирены, и даже влетевшая ворота после финальной сирены считается забитой вовремя. Вот выборы – это такой хоккей, когда нужно играть до последней минуты. И сегодня, и завтра продолжается избирательная кампания. Суббота – это день тишины, и выборы – это главный день. Очень важная информация для избирателей 14 округа – это улица Глинки, улица Гражданская, улица Дружбы – это основные улицы. Улица Вокзальная, дома на этих улицах. В вашем округе, уважаемые великолучане, я надеюсь, что вы сейчас слышите нас, вы от кого зависят результаты этих выборов. В вашем округе проживает 4833 избирателей. И власти показали себя так, как показали обычно. Они стали организовывать досрочное голосование избирателей, зависимых от властей, работников бюджетных организаций, школы, детских садов, училища. На 14 часов вчерашнего дня, 22 мая, в территориальной избирательной комиссии города Великие Луки проголосовало досрочно 152 избирателей. Это 3,14 от списочного состава избирателей округа номер 14. Учитывая то, что в российском законодательстве отсутствует порог явки, и с момента прихода первого избирателя на избирательный участок выборы можно считать состоявшимися, если он проголосовал за какого-то конкретного кандидата, а не выщеркнул всех. И, соответственно, эти 152 избирателя, в случае, если остальные избиратели останутся равнодушны к судьбе своего города и округа и определят депутата Великолусской городской думы. И если ничего не изменится, то, как мы все хорошо понимаем, пришедшие по приглашению, будем это называть тактично, по приглашению властей избирателей на досрочные голосования, они определят судьбу и они и выберут депутата городской думы Великих Лук от имени почти 5000 избирателей округа. Сегодня и завтра на избирательных участках, они расположены в 12-й школе, на улице Дружбы, 23, корпус 2, и также в многопрофильном колледже на улице Глинки, 36, в одном из корпусов. И сегодня и завтра будет идти досрочное голосование на избирательных участках, а в субботу оно будет проходить в первой половине дня. Сейчас оно будет вечером до 8 вечера, а в субботу оно будет с 10 до 14 часов. Уважаемые избиратели, пожалуйста, не покупайтесь на досрочное голосование. Досрочное голосование в нашей с вами стране, к большому сожалению, не защищено. Это голосование в конверт. Этот конверт не опускается сразу в ту знаменитую всем нам памятную урну на избирательном участке. Он закрывается на ночь в некий шкаф, или, как написано в законе, сейф. Что будет с этим шкафом, с этим сейфом? Кто его опечатывает? Кто его контролирует? Кто имеет доступ к этим конвертам? Знает только руководство избирательной комиссии. Ночью ни один из наблюдателей не может контролировать неприкосновенность этих шкафов. Ни один из представителей кандидатов, член комиссии с правом совещательного голоса, журналист. Никто не может видеть, что происходит с конвертами досрочного голосования ночью. Поэтому, уважаемые избиратели, мы понимаем, конечно, что настала весна, фактически лето. И воскресенье, 26 мая, это выходной день. Дай бог, чтобы была хорошая погода в Великих Луках. Но, дорогие друзья, вы должны понимать, если вы не приходите на выборы, то вашего депутата, защитника и представителя ваших интересов, выбирают те несколько десятков человек, вот как сейчас 152 человека, которые дошли до избирательных участков. Поэтому найдите возможность приехать в город Великие Луки или остаться в городе Великие Луки на воскресенье 26 мая с 8 утра и до 8 вечера. Это 12 часов. Притом избирательные участки этого округа расположены очень близко к местам голосования. А там больше 7 минут, даже медленным прогулочным шагом, до участка идти не нужно. Помните, сегодня ситуация такова, что выборы являются, несмотря на все скептическое к ним отношение, единственной возможностью мирно повлиять на власть. Я абсолютно уверен в том, что все люди, которые сейчас слышат нас в Великих Луках, не хотят революций, крови, потрясений, не хотят никаких человеческих трагедий, хотят сменить власть на выборах мирно. И это нужно начинать с маленького, небольшого округа в городе Великие Луки, 26 мая. Да, начинать с малого. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к разговору. Народ хочет знать в эфире. Лев Швозберг у нас в гостях, главный политик Псковской области, на мой взгляд. И присоединяйтесь к разговору. У нас идет трансляция в интернете. Прямая. Вадим Радионов, здравствуйте, Иван. Задавайте вопросы, что вас волнует, что вас интересует, может быть, в контексте как раз вот этих надвигающихся выборов, потому что действительно все с малого происходит. Лев Маркович, вопрос про яблоко, вопрос. В этой выбранной кампании вы делаете ставку на Абдул Керимова. Что это за человек? Почему вы считаете, что именно он должен защищать интересы людей в этом обзоре? Мы познакомились с Абдул Насыром Абдул Керимовым в тот момент, когда он пытался отчаянно спасти для полутора тысяч детей города Великие Луки центр единоборства. Прекрасную организацию, где работали высококвалифицированные тренеры. Абдул Керимов, несмотря на непривычную для Великих Лук фамилию и имя, это человек, который с 1982 года живет в городе Великие Луки. Это, по сути, уже коренной великолучанин. Он закончил Институт физической культуры в городе Великие Луки и стал одним из лучших тренеров, которые когда-либо работали в городе Великие Луки. Может быть, не все уже знакомы с его биографией после того, когда центр единоборств был фактически разгромлен администрацией города Великие Луки. Но Абдул Насыр Абдул Керимов воспитал трех чемпионов России и призера чемпионата мира. Несколько мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Это один из самых результативных тренеров в истории Великих Лук. Он специализируется на работе с детьми. И все родители, уже они выросли, уже у них свои дети. Это уже взрослые люди, им уже за 30 лет. Они все говорят одно. Абдул относился к нам, как к своим детям. Он воспитывал в детях не только спортивное мастерство, а высокие моральные качества. Потому что настоящий большой спорт, он неотделим от высокого уровня этических отношений. Он всего себя отдавал спорту. И вот в этой организации, которая, еще раз повторюсь, была своим домом для полутора тысяч великолуцких детишек, в этой организации заявился червяк. Это червяк коррупции. В этой организации были незаконным образом потрачены около 15 миллионов рублей. И Абдул Керимов это увидел. Вообще это увидели десятки людей. Но он оказался единственным человеком, кто сказал, что я не буду мириться с воровством. Что я буду выводить этих людей на чистую воду, потому что они воруют народные деньги, предназначенные для детей. Вот для этих великолуцких детей. После этого он стал предметом атаки великолуцких властей. Мы напрямую связываем все нападения на него с первыми лицами города Великие Луки. Абдул Керимову сожгли машину, ему сожгли дачу, и его угрожали убить. То есть мы просто позвонили по телефону. У него была встреча даже на территории прокуратуры города Великие Луки, где ему сказали, что если ты не остановишься, ты в лучшем случае будешь на больничной койке. Это прямая цитата. Вот этот человек не остановился. Он не остановился. Тогда их всех детских тренеров, вдумайтесь, уволили из этой организации абсолютно незаконно. Куда пошел Абдул Керимов? Он пошел, извините, не лица бить этим негодяям. Они подали в суд. И выиграли суд. И их всех восстановили на работе. И после того, когда их всех восстановили на работе, детский центр был закрыт, и эти дети остались на улице. То есть, когда стало ясно, что взрослые не сдаются, детей просто выкинули на улицу. С тех пор не только Абдул Керимов, но и его товарищи по работе в детском центре Единоборс остаются в Великих Луках без работы. Выскоквалифицированные спортивные тренеры, которых вообще очень мало. Воспитать спортивного тренера – это огромный труд. На это уходит десятилетия. Это больше, чем воспитать спортсмена. Спортсмен работает на себя и на высшие достижения. Тренер работает на десятки, иногда сотни и тысячи людей. Поэтому мы столкнулись в этой борьбе с Абдул Насыром. Мы увидели, что он не сломался и не сдался. Он оказался не только сильным борцом, но и бойцом в человеческом плане. Не только на него были нападения, на его товарища по работе. Прямо у подъезда избили человека, и было совершенно понятно, кто эти избившие. Все заявления были поданы, все лица были установлены, и никто не понес никакого наказания. Абдул Насыр сказал, я не уеду. Я буду продолжать бороться. Я пригласил его быть моим помощником депутата. У меня в Псковской области всего 15 общественных помощников депутата. Абдул Насыр один из этих 15 помощников. Это удостоверение его защиты. Я не могу ему представить вооруженную охрану. Я не могу ему представить никакое сопровождение. Он живет там же, в этом округе, на улице Дружбы, дом 23. Мы сегодня утром с ним встречались дома. Он живет рядом со своими избирателями. Уважаемые друзья, когда вы голосуете за политика, помните, вы должны голосовать за человека, который ходит с вами по одним улицам, живет в одном доме, поднимается в том же подъезде, покупает продукты в тех же магазинах, ходит в ту же школу, в те же детские сады, в те же поликлиники, в ту же больницу. Живет общей жизнью с народом. Вот Абдул именно такой человек. Он настоящий великолупский гражданин. Лев Маркович, а как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю Великолупскую городскую думу? Вот какая она на данный момент, и кто в ней представлен? Она тишайшая. Это тишайшая городская дума в истории Великих Луг. В ней представлены 29 Николая Николаевича Козловских. К большому сожалению для этих людей. Там есть руководители организации. Там есть люди с неплохой биографией. Их есть за что уважать. Но став депутатами Великолупской городской думы по согласованию с Николаем Николаевичем, они все стали Николаем Николаевичем Козловским. И мужчины, и женщины. Вне зависимости от того, это единая Россия, это справедливая Россия, это коммунистическая партия, это либерально-демократическая партия. Это люди, которые работают в партии, состоят в партии Николая Николаевича Козловского. Это печально для города Великие Луки, потому что внутри Великолузской городской думы ничто в полюшке не колышется. Это печально и для Великих Лук с точки зрения традиций города Великие Луки. Ведь в Великих Луках было настоящее земство, уездное земство в конце 19 века. Реформы Александра II, знаменитые, самые успешные в истории нашей страны. Нужно понимать, что Российская империя – это тоже наша страна. Мы не должны начинать историю России не то же там с 91-го года, а не дай бог с 17-го года. Россия – это страна с тысячелетней историей. И вот Великолугское земское уездное собрание, это была очень активная дума. В этот период создавались школы, создавались больницы, земские больницы, все основаны в конце 19 века. Первые земские учебные заведения, первые общества взаимного кредита, когда бизнес, маленький бизнес, предприниматели той поры помогали друг другу, складывая деньги в общую кубышку и помогая друг другу в дальнейшем. И традиции Великих Луг позволяют говорить о том, что здесь было настоящее земское самоуправление. И хочу напомнить не только депутатам, я уверен, что нас или сейчас слышают, или в записи послушают. Депутаты Великолугской городской думы, я половину из них знаю лично, просто лично. Ребята, вы хорошие люди, но что-то большая проблема с Великолугской городской думой. С каждым из вас в поддельности можно говорить обо всем. О городе, о стране, о судьбе, о людях. Вы разумные, зрелые, здравые люди. Что с вами происходит, когда вы собираетесь все вместе, и вам нужно спросить, как расходуются деньги города? Почему в этом году в бюджете города ни одного рубля не выделено на ремонт тротуаров? Это как возможно? Вы город с неплохим бюджетом. Бюджет Великих Луг около двух миллиардов рублей. Но ни одного рубля на тротуары. Что-то в этом не так. Вот в конце 19 века в земском уездном собрании депутатов звали гласными. Гласными. Сегодняшняя Великолугская городская дума это собрание согласных. И, к сожалению, это не в интересах избирателей Великих Луг. Именно поэтому мы нашли такого кандидата, такого человека, который мы точно знаем не будет молчать. Он будет интересоваться делами города. Он будет слушать своих избирателей и будет делать то, что будут наказывать избиратели. Олег Маркович, вопрос такой. Все жители Великих Луг примерно понимают политическую расстановку в городе. Что все работает на благо отдельно взятой финансово-промышленной группы. Так скажем. Можете вот ответить, я там не говорю, что честно, понятно, что вы всегда честно отвечаете, но вот почему, почему уже на протяжении почти 15 лет в городе Великие Луки несменяемость власти происходит. Почему у руля стоит один и тот же человек, одна группа, и при этом, ладно бы там город процветал, развивался, демография улучшалась, туризм расцветал. Все достаточно в сложной ситуации, в сложном таком состоянии. Что происходит? Почему мы не можем это сменить? Причина просто известна всем, но может быть не всем памятна. 14 лет назад Николай Николаевич Козловский инициировал отмену прямых выборов мэра города Великие Луки. В Великих Луках всегда были конкурентные выборы мэра города. Всегда. Ни одна избирательная кампания не прошла безоблачно для представителя власти. Власть выигрывала выборы, власть проигрывала выборы, но все избранные мэры Великих Лук были политически заметными фигурами. И Алексей Алексеевич Мегров, и Лидия Егоровна Голубева, это были люди, которых Великие Луки знали и которых они избирали на прямых выборах. И мэр города знал, если к следующим выборам избиратели будут им недовольны, то власть на выборах в городе сменится. И избирательная комиссия города Великие Луки считала голоса честно. И на момент начала избирательной кампании никто не мог сказать, кто выиграет выборы. В них участвовали сильные политики, не только те, кого я назвал. Участвовал Дмитрий Викторович Матвеев в выборах мэра города Великие Луки, показал высокий результат. Была конкуренция и у Алексея Алексеевича Мегрова, когда проходили первый выбор мэра. И весь город знал, власть здесь граждане, те, кто ходят на выборы. Николай Николаевич понял, что при такой системе власти царствовать пожизненно невозможно, не получится. Рано или поздно избиратели, большинство избирателей скажет, Николай Николаевич, мы сыты тобой, ну просто мы устали от тебя, нам хочется какого-то другого лица, может быть, ты даже когда-то был хорош. Но вот теперь ты нам не люб, мы хотим другого руководителя. И чтобы избежать ситуации прямого влияния избирателей Великих Лука на высшее должностное лицо города, были уничтожены прямые выборы мэра. И после этого контрольный пакет власти уже никогда, ни разу не перешел от Николая Николаевича Козловского и его группы. Скажем так, ЗАО ЗЭТа стала ЗАО Великие Луки. И сказать, что все, что полезно для ЗАО ЗЭТа, полезно для города Великие Луки, как Генри Форд говорил, все, что полезно для компании Форд, полезно для Америки. Нет, и не все, что полезно было для компании Форд, было полезно для Америки, и Америка это поняла с течением времени. И не все, что полезно ЗАО ЗЭТа, как бизнес-корпорация, и не все полезно для города Великие Луки. Поэтому в городе Великие Луки 15 лет не изменяется в политической системе абсолютно ничего, именно по той причине, что Николай Николаевич продавил ту систему власти, которая позволяет ему сейчас формировать пакет депутатов Великолужской городской думы, в том числе избирая от других политических партий не от Единой России. Депутатов, которые находятся в одной главной, по сути дела, единственной фракции Великолужской городской думы. Это фракция Николая Николаевича Козовского. Кстати говоря, на ближайшей сессии Московского областного собрания 30 мая мои коллеги по областному парламенту, в том числе и три депутата от города Великие Луки, рассмотрят в четвертый раз законопроект о возвращении прямых выборов главы города Пскова и главы города Великие Луки. Я буду обсуждать этот законопроект с губернатором Псковской области через два дня. И другие вопросы. Лев Маркович, вы говорите про губернатора. Вы коснулись Михаила Юрьевича Ведерникова. Он сменился в Псковской области в сентябре 2018 года, губернатор. Почему с приходом Ведерникова не проводятся никакие проверки по отношению к семье Козловских? Получается, с молчаливого согласия, с негласного какого-то согласия все это происходит в Великих Луках в 2019 году. Ну и добавим то, что есть подтверждение определенные про коррупционные схемы. Были там целые порталы, которые были посвящены и не были опровергнуты никем. Вот эти вот схемы, в которых мы говорим, в которых участвовали все приближенные люди к областному. Позиция Михаила Юрьевича вот в этом всем, какая вам видишься? Я чуть не представил себя Михаилом Юрьевичем, но я все-таки Лев Маркович, а не Михаил Юрьевич. Я задам вопрос, безусловно, Михаил Юрьевичу, но я знаю часть ответа на ваши вопросы. Проверки проводились, результаты этих проверок печальны для Николая Николаевича Козловского. У меня есть даже предположение, что он знает об этих проверках и знает об их результатах. Но власть в России сейчас так устроена, что нажатие красной кнопки происходит в силу тех или иных политических решений. То есть можно сказать спокойно жителям Великих Луг, уважаемые жители Великих Луг, возможно скоро, возможно не очень скоро, вы узнаете много нового и интересного про Николая Николаевича Козловского, как он управлял и управляет городом, как организован его бизнес, это бизнес-империя. И для многих из вас это будет не очень приятно, знать, что такой человек представлял город Великие Луки везде. Будет ли принято политическое решение о старте реального следствия, будут решать политики. Я предполагаю, что этот вопрос будет решаться за пределами Псковской области. Так устроена сейчас наша система. Но люди, которые совершили незаконные деяния, связанные с деньгами, имуществом, в том числе бюджетными деньгами Великих Луг, должны очень хорошо понимать, все известно, все установлено, все, по большому счету, де-факто расследовано. И дальше все зависит от политических решений. Такова сейчас система в нашей стране. У меня нет ответа на вопрос, какую позицию занимает Михаил Юрьевич Ведерников. Но я вижу, я вижу, что он политически, как вновь избранный губернатор Псковской области, будет заинтересован. Я в этом убежден. Это я высказываю свое мнение. Но это моя оценка позиции Ведерникова. Он будет заинтересован в смене власти в городе Великие Луки. Потому что влиять на город Великие Луки сегодня из столицы Псковской области невозможно. Это должны понимать и жители Великих Лук, что они находятся фактически в некой закрытой политической резервации. И это, безусловно, понимают власти Псковской области. Пусть решают. Это их ответственность. Запустить процесс смены власти в Великих Луках при нынешней политической системе действительно может только губернатор Псковской области. Это его бремя ответственности. Пусть решают. Но, скорее всего, это не произойдет так тихо-мирно, как с Иваном Цицерским сегодня произошло. Не тихо, не мирно. Это со стороны из Великих Лук. Кажется, что Иван Николаевич Цицерский тихо-мирно ушел. Была компания многомесячного давления на Цицерского. Ему было прямым текстом сказано, что после 2022 года у него нет в Псковской области никаких политических перспектив. Кроме того, нужно понимать, глава города избранный из числа депутатов это заложник парламентского большинства. Иван Николаевич избрался небольшим большинством голосов. Буквально в два голоса. Помните знаменитое голосование цветными ручками, буковками. Это вот бесследно не проходит. Соответственно, политическое большинство Псковской городской думы управляется губернатором. Управляется правящей партией. Кстати говоря, как ни парадоксально, в отличие от города Великие Луки. То есть, если сегодня из Пскова в Великие Луки поступает политический приказ депутатов Великолуцкой городской думы о том или ином голосовании, в том числе против Николая Николаевича Козловского, то они пойдут к Николаю Николаевичу. И он пойдет к ним. И они будут обсуждать, выполнять ли указания губернатора или не выполнять. Псков в этом плане устроен проще. Все депутаты жителей Пскова им объяснили позицию губернатора. И я думаю, что Цицерскому предложили выбор. Либо самостоятельная отставка, либо отставка по инициативе депутатов городской думы. То есть, намного более жесткий вариант. В этой ситуации Ивану Николаевичу дали возможность занять некую символическую должность во вновь созданной Ассоциации развития местного самоуправления, где ему предложена должность председателя правления с местом рабочим в Москве. Иван Николаевич это предложение принял. Но хочу вам сказать, не нужно завидовать великолучанам города Пскова. Ничего в системе управления городом Псковом после сегодняшней отставки Ивана Николаевича Цицерского не изменилось. Да, Ведерников выдавил Цицерского из псковской политики, потому что влияние губернатора на Псковскую городскую думу является почти абсолютным. Сегодня 23 депутата из 25 присутствовали в заседании, 22 из них при тайном голосовании поддержали отставку Цицерского. При тайном голосовании. Ну, куда дальше-то? Для меня еще большой вопрос, кто был тот один, который голосовал против. Но я думаю, что, как это, рано или поздно, тайна станет явным. Так вот, в системе управления Псковом не изменилось ничего, потому что все ключевые решения по управлению Псковом принимаются в администрации области. И я не могу вам сказать, что это благо. И это не есть благо. Прямые выборы мэра Пскова и мэра Великих Лук единственный способ поставить политический процесс под контроль граждан и придать людям, точнее, вернуть людям то, что им принадлежит по Конституции изначально, вот с момента достижения совершеннолетия, 18-летия, право избирать руководителя. Олег Маркович, все-таки возвращаясь, вот вы сказали, что нужно, по сути, ждать какой-то отмашки из Москвы по ситуации с Козловским, ситуации с Великими Луками. Можно я поправлю, Антон? Не отмашки из Москвы. Губернатор должен сообщить в Москве, что он готов заняться Великими Луками. Это ответственность губернатора. Это ответственность Михаила Юрьевича Ведерникова полностью. И хочу вам сказать, он эту ответственность понимает, но когда он примет это решение, если он его примет, знает только он сам. Только он сам. Ваш совет для обычных граждан Великих Лук, которые пишут запросы, которые постоянно пытаются как-то повлиять на изменение ситуации именно сегодня, потому что им жить сегодня, а не там через 5 лет, через 3 года. Как себя вести вот в этой ситуации? Что пытаться делать, пока не произошло вот этого вот решения? Антон, замечательный вопрос. Замечательный вопрос. На него есть прямой ответ. Не голосовать ни на каких выборов за кандидатов Николая Николаевича Козловского. Показать своим участием в выборах, своим голосом, своим волеизъявлением, что избиратели города Великие Луки не поддерживают выдвиженцев Николая Козловского. Нужно хорошо понимать, партия Единая Россия в городе Великие Луки это партия Николая Николаевича Козловского. Она им де-факто приватизирована. Это люди, которые от него зависят в большей или в меньшей степени, но в целом полностью зависят. В Пскове такого нет. В Пскове другая ситуация. Псков более конкурентный город. Приватизировать Псков невозможно. Может быть, потому что он побольше. Поэтому могу сказать, если избиратели города Великие Луки хотят смены власти в городе Великие Луки, они должны выступать на всех выборах, в том числе через два дня, 26 мая, против кандидата от партии Единой России, потому что это кандидат Николая Козловского. И показывать своим голосованием, что они не согласны с этой политической системой. Оставаясь в рамках закона, других вариантов нет. Как мы понимаем, все кандидаты, это Николай Козловский, только 10 из 11. Абдул Керимов. Это кандидат не из системы, более того, это кандидат единственный, прямо противостоящий. Единственный. Я могу сказать, что меня удивил состав кандидатов на выборы в 14 округе. 11 кандидатов на территории города Великие Луки в одномандатном округе. На моей памяти в этом веке, вот не скажу за 90-е, я не все помню наизусть, но в этом веке не было. У меня создалось впечатление, что политтехнологи, всем известные политтехнологи Николая Козловского решили сыграть в очень сложную игру. Там есть даже казаки, приехавшие из Москвы. В общем, какая-то экзотика удивительная совершенно. Целью вот такого многочисленного списка является запутать избирателя, распылить оппозиционные голоса. А кандидаты тогда, кандидат от власти, будет с его административным пакетом голосов самым влиятельным кандидатом. Вот нам случайно повезло. Наш кандидат номер один в списке. Кандидата с фамилией на АА у Единой России в запасе. Не нашлось. А кандидат на АБ уже у нас. Поэтому на этих выборах все очень просто. Первый номер в списке и первая буква алфавита для того, чтобы избиратель увидел оппозиционного кандидата. А от Единой России кандидат последний номер в списке. Вот такое полярное соотношение. И я абсолютно уверен в том, что избирателям сознательно очень мало говорят об этих выборах. Сознательно очень мало. Чтобы избиратели города Великие Луки не увидели альтернативы. Не успели увидеть самой возможности выбора. Это технология. Это недобросовестная, не могу сказать грязная, это недобросовестная политическая технология. Потому что когда идет Единый день голосования, то люди уже к этому привыкли. Второе воскресенье сентября что-то где-то происходит. Вот будут выборы в Пскове, выборы в больших тревосельских поселениях, выборы шести глав районов, будет говорить областное телевидение и упоминать и областное радио, и телевидение, интернет-порталы, Единый день голосования, выборы такие-то, 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 и в том числе выборы депутата Великолуцкой прошли в тишине и была возможность административно избрать нужного кандидата. Именно для этого выбора были назначены 26 мая. У нас сейчас очень короткая рекламная пауза и мы продолжим говорить об очень интересных вещах, никуда не уходить. Авторадио Реклама Авторадио представляет вместе за безопасность информационно аналитическое ток-шоу Безопасность дорожного движения Культура поведения на дорогах Изменения в законодательстве Главные и самые актуальные темы для каждого участника дорожного движения Обсудим вместе Ток-шоу вместе За безопасность на Авторадио Программа создана в рамках реализации федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения 2013-2020 годах Возраст женщины выдают ее глаза Тауфон для питания и восстановления глаз Молодость глаз поддержит он Тауфон Имеются противопоказания перед применением проконсультируйтесь со специалистом Успейте подключить эфирное цифровое телевидение 3 июня Дата отключения аналогового эфирного вещания в вашем регионе Узнайте нужно ли вам перейти на цифру и как именно это сделать позвонив по телефону 8 800 220 или на сайте смотрицифру предложения ограничены действуют до 31 мая 2019 года подробности на датсун.ру Екатерина Варнава Это я В своем офисе А кто говорит? Заходит на locobank.ru Ну я вообще-то хотела Чтобы за минуту открыть счет для бизнеса Как за минуту? С бесплатным обслуживанием Люблю, когда бесплатно Если вы еще не слышали про Локобанк для бизнеса то вы уже слышали Расчетный счет за 0 рублей КБ Локобанк АО Мы знаем их имена Мы любим их песни Пришло время узнать о них все Самые яркие звезды Главные события в мире шоу-бизнеса Эксклюзивные интервью и закулисные тайны В программе Звезды Авторадио Спонсор программы АО ФП Абаленское Винарус Победитель премии Народного доверия Марка номер один в России В категории Венотонизирующие средства Имеются противопоказания Перед применением Ознакомьтесь с инструкцией Авторадио Народ хочет знать На Авторадио Продолжаем Народ хочет знать На Авторадио Каждый четверг Слушайте нас Аналитическая передача О событиях Которые в Великих Луках Происходят Которые нельзя не замечать Как нельзя не замечать И выборы 26 мая У нас пройдут До выбора Великогорского городского дума 14 округа У нас в гостях Депутат Псковского Обоснового собрания Депутатов Член Федерального Политического комитета Партии Яблоко Лев Шлорберг Лев Маркович Недавно Вы стали гостем Программы Николая Солодникова Я еще не поздно Довольно популярная Передача на Ютубе В Рунете Какие у вас Ощущения от эфира Вы поднимали Довольно резонансные темы В том числе Псковскую область Медицина в Псковской области Рассказывали про Тяжелое положение Врачей наших Псковских Что вы можете Постфактум сказать Есть ли обратная связь Какая-то после эфира Наталья Спасибо за Непростой на самом деле Для меня вопрос Я знаком с Николаем Солодниковым С января 2016 года Когда он пригласил Меня впервые На проект Открытая библиотека Диалоги в Петербурге Тогда еще В их первой Классической аудитории Библиотека Маяковского И мы Тогда у нас Был очень сложный Диспут С известным Журналистом Публицистом И политиком Максимом Шевченко А тема Диспута была Ленин И вот мы Приехали В Петербург Я зашел В читальный зал Библиотеки Маяковского И я вижу Там сидит Почти 300 человек И у всех Умные лица У всех То есть люди пришли Послушать разговор Послушать мысль Это было для меня Очень сильным впечатлением Сами диалоги Ведутся нон-стоп То есть буквально Час на каждый диалог В день проходит Три-четыре диалога Мы были с Шевченко По-моему Третьими Или вторыми Я уже не помню Я вдруг Почувствовал Вот буквально Ветер интеллекта Из зала Насколько ответственно Было перед такой Аудиторией Выступать И я подумал Надо же Какая простая вещь Найти оппонентов Определить тему И на эту тему На эту дискуссию На мысль На разговор людей Приходят сотни людей И потом это еще В интернете Смотрят тысячи людей Я оценил Вот саму задумку Еще раз убедился Что все самое эффективное Просто Не нужно придумывать Ничего в Кубе В пятнадцатой степени Вот Нужно попасть во время У Солодникова И его замечательной супруги Тоже известнейшего Журналиста Екатерины Гордеевой Она была ранее известна Более как тележурналист Сейчас она прекрасный Пишущий журналист На гуманитарные темы Ее материалы Опубликованы на Медузе А сейчас она работает На портале Православный мир Собирают десятки тысяч Прочтений Она очень популярна И я увидел Что эти люди Чувствуют время То есть они понимают О чем нужно говорить Это было очень сильное впечатление С тех пор я несколько раз Участвовал в диалогах А вот здесь В начале апреля Николай позвонил И предложил Еще не поздно Должен вам признаться В принципе Я к эфирам Человек привычный В том числе к живым Не то чтобы я не волнуюсь Но я вот как-то Адаптировался уже К живым эфирам А здесь был не живой эфир Здесь была запись Мы писали в Петербурге 28 апреля Потом я выяснил Что это был 28 Еще не поздно То есть 28 апреля Мы писали 28 эфир Солодникова И перед этим эфиром Я волновался Я уже после эфира Сказал Николаю Ты знаешь Я первый раз За многие годы Волновался перед записью Он спросил Почему Я говорю Я понимаю Что ты ведь Показываешь человека Насквозь Это же такой Свою роду Рентген Команда Николая Солодникова Которая снимала Наш эфир Это 9 человек Они работали Из 4 или 5 камер Мы сидели В огромном зале Центра Пальма В котором Не было никого Кроме нас Вот это вот Было ощущение Космоса вокруг И в центре космоса На двух стульчиках Сидят два человека И беседуют А Николай спрашивает Вроде бы не означай А вопрос Он задает главный Мы ни о чем Не договаривались Мы встретились За 15 минут До записи То есть у нас Не было ни плана эфира Ничего Совершенно Мы знаем друг друга Уже 3 года Мне было бы стыдно Говорить Николай Давай мы договоримся О чем мы будем Говорить еще не поздно Ну все Тогда это уже Совершенно другой формат Там же многие вопросы Рассчитаны На неожиданные ответы Он вот начал с того А ваши 5 любимых книг И я вдруг понял Что 5 любимых книг Мне назвать трудно Потому что их не 5 И самое было веселое Когда я назвал Винни-Пуха Милна Вот выяснилось Что до меня Никто Винни-Пуха не назвал Это великая книга Это великая философская Книга Нет это есть Это везде опубликовано 5 лучших книг 5 любимых книг опубликованы И сейчас там даже Какие-то призы Будут автором лучших вопросов Розданные вот тем Кто У меня был Гамлет Война и мир Доктор Живаго И два капитана Каверина Ну и Алан Милн Винни-Пух Это любимейшая книга Моего детства Любимейшая Я же ее еще читал на английском Она очень интересная Возвращаемся к самой передаче Да мы очень много говорили О местной жизни Я еще подумал Что у нас такой получился разговор Ну вот совсем у земли Я конечно переживал Как это будет воспринято Аудиторией Потому что у Солодникова Очень мощная аудитория Там почти 120 тысяч подписчиков На канале И это люди Знающие федеральную повестку дня А откликаться-то люди стали Вот на эти жизненные вещи На рассказы про врачей Про скорую помощь Про высыхающую жизнь В провинции Люди откликнулись на жизнь У меня очень много откликов Я Я открою военную тайну Я до сих пор не посмотрел эфир Вот Мы писались нон-стопом То есть Это запись без пауз Она шла Вот так как шла И судя по всему Она так и вышла То есть я вижу Хронометраж Скорее всего Все что было снято Все в эфир и вышло Так и получилось Ну и конечно Это фантастическое гадание На книге стихов Летово Это придумка Николая Солодникова Вообще само гадание На стихах оно известно Мы дома каждый год Гадаем на Евгении Онегине На следующий год К нам приходят гости На старый Новый год Новый год сам мы встречаем В очень узком семейном кругу А на старый Новый год Мы приглашаем друзей Мы берем Евгения Онегина И гадаем на Евгении Онегина Пытались гадать на Шекспире Нам как-то не понравилось Вернулись к русской поэзии И там иногда бывают удивительные вещи А вот здесь Когда выпало это стихотворение Я его прочитал Солодников сказал Ну что ты сделаешь Летов нас не подводит Пророчество Да Это получилось пророчество Вот так прошел эфир Я еще в полной мере Для себя не осознал Потому что мне нужно найти Какой-то час В выходной день И когда у меня не будет Звонить телефон И когда я не буду думать Ничего другого Сесть один на один С Николаем Солодниковым И послушать Что у нас получилось Может быть в ближайшее время Это состоится Давайте дальше продолжим Хочется вот опять вспомнить Эту цитату Про то что Чем причудливее Так скажем Законный Тем ближе к рах империи Да я маленько ее видоизменил Закон о неуважении к власти Вы предложили альтернативу Наоборот То есть Закон Введение закона О неуважении Власти к народу Об ответственности Власти за неуважение к народу Совершенно верно В каком сейчас состоянии Находится ваша инициатива Что от этого можно ожидать Антон Инициатива находится В прекрасном состоянии И 30 мая Все три законопроекта Это букет Законодательных инициатив Будет рассмотрено На сессии Псковского Областного собрания депутатов При этом Другие депутатские фракции Яблоко Их у нас всего три В Карелии И в Санкт-Петербурге Уже внесли этот законопроект Петербургский парламент Совершил просто Законодательное Харакири Он отказался вносить Законопроект в повестку дня Вот просто Не внес в повестку дня Вообще для меня это нонсенс Законопроект Внесенный депутатами Не может не быть Рассмотрен парламентом Можете все голосовать против Можете сбежать с зала И не голосовать Но не внести в повестку дня Это хамство Свинство И жлобство В одном флаконе Сегодня законопроект Рассматривался Законодательным собранием Республики Карелия Нашлось пять депутатов Из них три От яблока Которые проголосовали За этот законопроект 15 депутатов проголосовали против, 9 депутатов уклонились от голосования. Я скажу так, уклонились от уважения к народу. Соответственно, посмотрим, как это пройдет в Псковском областном собрании депутатов. Может быть, власти думают, что на этом история закончится. Господа, история на этом не закончится. Во-первых, мы распространяем сейчас, и на будущей неделе это уже состоится массово, эти законопроекты среди всех депутатов законодательных собраний России. Наши волонтеры собрали почти полную базу данных, более 80 законодательных собраний. Депутаты получат эти проекты и пояснительные записки с предложением внести их у себя. По счастью, Конституция России 104-я статья предоставляет законодательным собраниям регионов право федеральной законодательной инициативы. И если законодательное собрание так решает, то инициатива будет направлена в Государственную Думу. Кроме того, при внесении этого пакета законодательных инициатив откликнулась известный сенатор Людмила Борисовна Нарусова, и она сказала публично, в интервью изданию «Фонтанка» Николаю Нелюбину, что если законопроекты не будут поддержаны Псковским областным собранием, она как член Совета Федерации, обладающая непосредственным правом законодательной инициативы, внесет их в Государственную Думу России. Поэтому господа, которые, может быть, предполагают, что после 30 мая они смогут перевести дыхание и чувствовать себя в безопасности от общественного мнения, они заблуждаются. История продолжится. — Немного обратной связи от наших зрителей. Онлайн-трансляция идет у нас в группе ВКонтакте автора «Радио Великие Луки». Сергей Поспиловский выражает вам уважение, респект на английском. Дмитрий Попов говорит, что если бы такой человек был президентом. Кто знает, кто знает, ничего не могу ответить. — Это скорее реплики какие-то. — Реплики, все может быть, но сейчас нас очень волнует выбор депутата Великолупской городской думы в округе номер 14, 26 мая на улице Глинки, Гражданская, Вокзальная и Дружба. — Лев Маркович, возвращаясь к федеральной повестке, самая резонансная социальная история весны произошла у нас где? В Екатеринбурге. Про сквер и храм, сторонники сквера, сторонники храма. Как вы ее поняли и кого поддерживаете в этой истории? — История на самом деле очень печальная. Она выглядит внешне как торжество влияния общественного мнения, но в этой истории очень много печального. Первая печаль заключается в том, что РПЦ, церковь, оторвалась от общества. Церковь стала еще одной ветвью власти. Церковь стала опорой власти. Есть квартет в отношениях в любом обществе. Власть, бизнес, церковь и общество. Наша страна оказалась в последние десятилетия устроена таким образом, что четвертая точка исчезла. Позиция общества, граждан, избирателей, властям, бизнесу и церкви неинтересна. — Неудобно. — Просто не важна. Просто не важна и все. Они договорились между собой. Храм святой великомущницы Екатерины. Уже 9 лет обсуждается этот проект. Это действительно так. Что только не предлагали сделать, все проекты вызывали отторжение общества. Проекты очень дорогие. Финансируют 2 миллиардера. Притом это очень тяжелый бизнес. Это медный бизнес, люди, тесно связанные с властями. Не знаю, какие грехи они собираются этим храмом замолить. Но во всяком случае, их намерения были крайне настойчивы и даже агрессивны. Договорились обо всем. Изменили правила землепользования застройки. Провели публичное слушание. Согласовали проект. Получили заключение экспертизы. Решили, что все в порядке. Забыли посоветоваться с народом. Просто не поговорили с людьми. Люди, а вас устроят, если вместо сквера будет храм Святой Великомученицы Екатерины? Человек, давший имя городу. По большому счету, есть много оснований говорить о храме Святой Великомученицы Екатерины в Виктенбурге. Но есть важная вещь. Может ли церковь выступать против общества? Если в том числе у воцерковленных верующих людей, а там такие люди есть среди протестующих против храма именно в этом месте, если у них жизненные планы на этот кусочек города, это сквер. И людей просто не спросили. И учитывая, что действия были абсолютно волюнтаристскими, абсолютно высокомерными, людям дали понять, что их не существует. И народ вышел на улицу. Это было спонтанное действие. Оно никем не организовано, никакими разведками из-за рубежа. Никто не внедрился в столицу Урала и не организовал там никакой майндлайн. Людям просто надоело. Людей это все достало. Это вот как усталость, которая накапливается годами. Накапливается, накапливается, как усталость металла. А потом ломаются. И люди вышли против строительного забора. Катастройка вышла на поверхность. В этот момент ни у кого, ни у властей, ни у самого бизнеса, кто вообще не понимал, что происходит. Как так этих смутьянов не могут засунуть в кутузку? Первые сутки вообще никто ничего не понимал, что делать. Ни церковь не присутствовала на месте событий. Силовики были, не знали, что делать. Потому что если бунтующих, извините, 30 человек, то силовикам все понятно. Если 300, им понятно. Если 3000, они уже задумываются. А если больше, что делать? Ведь известно, чем больше народу, тем больше вероятности, что полиция будет с народом. Так устроена система общественных отношений. И власти через сутки отреагивали привычным образом. Силовикам была дана отмашка тащить и не пущать. Почти 100 человек были задержаны. Пошли судебные решения о борисках от 5 до 15 суток. То есть пошла работать репрессивная машина, результатом которой должна была быть очень простая вещь. Люди должны были испугаться и отступить. Люди не испугались, не отступили. Они каждый день приходили в это место. Они взяли этот забор, они окунули его в воду. И протест на глазах стал становиться политическим. И к этой ситуации власти оказались не готовы. Ни губернатор, ни глава города, избранный из числа депутатов. Там же была фантастическая ситуация, когда глава города идет по площади, по скверу. И народ спрашивает, кто это? Кто этот парень? Его не узнают в лицо. Вот что означает глава, избранный из числа депутатов. За него никто не голосовал. Ему говорили, уходите, мы за вас не голосовали. Что вы здесь делаете? Зачем вы сюда пришли? Теперь он должен это компенсировать. Он встречается со всеми, приглашает людей. Теперь его фамилия звучит. И теперь Екатеринбург узнал, кто глава города. После того, когда люди вышли в сквер на защиту самого сквера. И он прямо сейчас говорит, наша задача избежать конфликта. Очень мудрое, неожиданно мудрое заявление сделал епископ, епископ Кирилл, который заявил прямо, храм не может быть предметом раздора. Храм не должен сеять рознь между людьми. Мы должны остановиться, если мы идем против народа. Это мудро, это вовремя. Церковь в начале 20 века не успела остановиться вовремя. И это все, в том числе это, привело к революции. Сначала к краху власти, затем к бунту. Прямо называющий своими именами, что никакая это не октябрьская революция. Это переворот, приведший к страшным кровавым последствиям гражданской войны. К пяти миллионам беженцев и детей бездомных, сирот после гражданской войны. Вот к чему привел 17-й год. И церковь несет ответственность за те события. Поэтому сейчас, на мой взгляд, общество показало свою силу. И это увидели все. Путину потребовалось вмешаться в ситуацию. За сутки до высказания мнения Путина Песков, пресс-секретарь, который говорит от имени президента, сказал нейтральную фразу. В Кремле внимательно следят за событиями в Екатеринбурге. Это был так называемый сигнал. Но те, кто должны были прочитать этот сигнал, не прочитали. Я уверен, что были и другие сигналы, которые никто не слышал. Они идут по другим каналам связи. В итоге мы пришли к ситуации, когда Путину пришлось отвечать на заранее подготовленный вопрос и прямо говорить о том, что без учета общественного мнения такого рода объекты не могут строиться. Сейчас очень важный процесс идет в городе Екатеринбурге. Это важный процесс для всей России. Он имеет общероссийское значение. Смогут ли все вот эти участники, власть, бизнес, общество, церковь, согласовать свои позиции, показать пример гражданского мира. Но именно заслуга общества, именно заслуга общества, что сейчас этот диалог начался. Лев Маркович, говоря о Екатеринбурге, мы говорим будто про другую страну, находясь в Великих Луках, в городе, заострявшем в 90-х годах, находясь в Псковской области. Это значит, что уральская аудитория другая, что там другие люди, что город впереди планеты всей Екатеринбург. Почему у нас вот так, а у них вот так? То есть они выходят, а мы нет. Наташа, никому не нужно завидовать. Значит, здесь еще не созрело. Невозможно перепрыгивать через ступеньки и через эпохи. Невозможно. Значит, здесь еще не созрело. Сколько раз мы пытались поднять оба города, и Псков, и Великие Луки, на широкий общественный протест за прямые выборы мэра? Тысячу людей подписались. Да, и в Пскове, и в Великих Луках. Это так. Но вот такого, чтобы на улице вышло 10 тысяч человек и сказали, хотим выборы, вот выйдет 10 тысяч в Пскове и 5 тысяч в Великих Луках. Завтра губернатор внесет в областное собрание законный проект сам о возврате прямых выборов мэра. Значит, здесь общество зреет. Значит, здесь еще некая консолидация осознания, что нужен массовый общественный протест, еще не пришла. Всему свое время. Не нужно никого торопить. Не нужно. Это может быть для нас и для журналистов, и для политиков некая недостаточная сила общества. Мы должны усиливать общество. Мы должны показывать уважение к людям и с ними ежедневно разговаривать о том, что их участие в общественной жизни способно изменить жизнь. Кстати говоря, Екатеринбург – это урок для всех. Для всех. В том числе для Великих Луг, в том числе для Пскова. Говорите, что вы хотите, и есть шанс, что вас услышат. Будете молчать, не будете участвовать в выборах, не будете голосовать за альтернативу «Единой России», все останется как есть. Если вы не участвуете, то ничего не меняется, и вы ничего не получаете. Говорить, что вы хотите, можно зацепиться за эту фразу. Как раз вот еще одна резонансная история случилась недавно. Увольнение журналистов, коммерсантов. Все-таки про четвертую власть тоже давайте не забывать. Как вы вообще описали бы состояние современной журналистики на сегодняшний день? Антон, я знаю лично половину этих журналистов, которые уволены. Это замечательные люди. Они до последнего держались за свою работу. Буквально до последнего. Они делали ее качественно. Конечно, с момента недобровольной на самом деле, а по заданию властей покупки Алишера Мусманова и коммерсанта изменилась редакционная политика, появились темы, которых коммерсант не касается, но остались десятки профессионалов. В председательском доме коммерсантов. Десятки. И они писали очень качественные материалы. И вдруг появляется материал, основанный на очень качественных источниках внутри власти, о возможной отставке Валентины Матвиенко, спикера Совета Федерации. И он вызывает аллергическую реакцию и самой Валентины Ивановны, хотя она это отрицает, и, соответственно, претензии к Алишеру Усманову. Слушай, ты купил журналистов, а они пишут, что хотят. Что за безобразие. Месяц длился конфликт. Месяц. Журналисты, написавшие материал, два журналистов стояли на своем железном. Тогда им предложили уволиться по соглашению сторон, потому что компромисс с Усмановым оказался невозможным. Назначенные им директор и главный редактор работают не в интересах журналистского коллектива, а в интересах собственника. И обычно, чаще всего в такой ситуации в российских СМИ, уходят те, кого увольняют, остальные утирают нос и остаются зарабатывать деньги. Вспоминают про ипотеку, про тяжелые семейные положения, про что-нибудь еще. Здесь произошел беспримерный акт журналистской солидарности. 11 человек написали заявление об увольнении в знак протеста против давления на прессу. Это гражданский поступок. Он поставил в безвыходное, на самом деле, положение и Матвиенко, и Усманова, потому что всем все понятно. Ну, просто всем все понятно, никакие дополнительные вопросы не нужны. И я не исключаю, что этот шаг будет одним из тех действий, которые спасут в нашей стране свободу слова. Потому что люди показали, что они не торгуют совестью, они не торгуют своей профессией, они не официанты. Усманов, очевидно, считает, что коммерсант – это собрание официантов, пишущих на те или иные темы по его или чему-то другому пожеланию. Нет, это не официанты, это не поставка салфеток к столу. Это очень важно. Это важно для воспитания у прессы и у всего общества, и у политиков, кстати говоря, чувства личного достоинства. То есть люди с личным достоинством отказались стерпеть увольнение коллег. Они проявили с ними солидарность. Все перемены в стране, в любой стране, начинаются с солидарности, когда люди поддерживают друг друга. Мы сейчас, когда призываем голосовать за Брукеримова, мы призываем граждан Великих Лук проявить солидарность с самими собой, поддержать друг друга, поддержать себя. Лев Маркович, и последний вопрос про Украину. Выборы на Украине были недавно. Какой опыт нашей стране можно почерпнуть из прошедших выборов на Украине? Мы все помним дебаты на стадионе, мы помним кандидатуру Зеленского, неожиданную актер-комик, который пробился в президенты. Как со стороны кажется честным и свободным путем? 15 лет Украина шла к этим выборам. Начиная с 2004 года граждане Украины, в том числе на площадях в Киеве, в других городах, отстаивали свое право самим решать, кто здесь власть. И власти в Украине выучили, что судьба власти решается на выборах. Что касается лично Зеленского, это уникальный случай в политике. Он предвосхитил свое избрание вот этим фантастическим, ставшим реальностью, фильмом «Слуга народа». О чем был фильм? О том, что президент – «Слуга народа». Вот это название стало мемом, оно стало названием политической силы, которая консультирована вокруг Зеленского. И очень важно, народ Украины проголосовал за живого человека. За живого, незакрепощенного, незакомплексованного человека. Его инаугурация стала просто моделью. Это впервые на территории бывшего Советского Союза, не считая Литвы, Латвии, Эстонии, где давно изменился политический строй, еще 20 лет назад, больше 20 лет назад, практически 30 лет назад. Впервые на территории остальных 12 государств избран человек, которого можно назвать свободным человеком. И должен вам сказать, российские телеканалы, пропагандисты, которые всеми жерлами показывали эти украинские выборы, смеясь над ними, глумясь над ними и издеваясь над ними, они сейчас все сели в лужу, потому что и дебаты, и сами выборы, и события после них смотрят миллионы граждан России и делают из этого простой выбор, простой вывод. А что у нас-то не так? Чего у нас за 20 лет ничего не меняется? Ведь люди начинают понимать, что как в советское время застой был пагубен, так и в постсоветское время, после Советского Союза. Любой застой в любой политической системе – это пагубная вещь. Поэтому украинские выборы – это большой и важный урок для России. Это, по сути дела, выборы российские. И это выборы, которые должны принести нашей стране понимание того, что свобода делается своими руками. Это очень важно, исключительно важно. И, на мой взгляд, эти выборы дают России надежду тоже, потому что если они смогли, то мы сможем тоже. То есть это оптимистичное событие для всей нашей страны. Лев Маркович, Ваше обращение к великолучанам, что самое главное Вы пожелали жителям города в той политической и общественной ситуации, которая складывается и сложилась на момент 2019 года? Уважаемые избиратели Великих Луг, жители Великих Луг, все, начало переменам в любом обществе могут положить только сами граждане. Вы все живете в маленьком великом городе, которому выпала судьба до сих пор жить в 20 веке, а не в начале 21 века. Власти вашего города удерживают вас, город, в прошлом столетии. Вот сейчас в маленьком избирательном округе, в городе Великие Луки, еще раз повторю, на улице Гражданская, Глинки, Дружбы, Вокзальной и прилегающих к ним улочках и переулках, возможно, решается будущая судьба Великих Луг. Когда-то, рано или поздно, любой диктатор терпит поражение, не обязательно на президентских выборах, он может проигрывать на выборах депутата, маленького городского парламента. Помните, что это ваш город, вы держите его в руках. Вы здесь родились, здесь жили и живут ваши родители, здесь родились и живут ваши дети. Не отдавайте свой город чужим, даже если они живут в вашем городе, чужим, по сути, людям, потому что они живут другой жизнью, не такой, как вы. Не будьте равнодушны. Найдите, найдите это время в вашей жизни. 26 мая придите на избирательные участки, в 12-ю школу, в многопрофильный колледж на улице Глинки, 36. Приходите, приходите на избирательные участки, выбирайте человека, неподконтрольного нынешнему правящему клану города Великие Луки. Служить людям будет не власть, служить людям будет такой же человек, как вы сами. И Абдул Абдул Керимов именно такой человек. Спортивный тренер, боец, борец, честный борец коррупции. Такой представитель, именно такой человек, нужен сегодня городу Великие Луки. Пусть он будет один в Великолуцкой городской думе. Лозунг избирательной кампании Абдул Керимова и один в поле воин. Начинайте с этого. Начинайте с этого. Дальше будут большие перемены. Спасибо большое. Это был Народ хочет знать. На Авторадио Великие Луки у нас был в гостях Лев Шлозберг, Антон Марсенгеевич, Наталья Баховец. Слушайте нас каждый четверг. И до скорого. Всего доброго. Всего доброго. Всем до встречи. Авторадио